Всем привет, меня зовут Артём, сразу два забавных факта обо мне. Я не выговариваю букву ЦУ и ещё какие-то буквы по всей видимости, но мне это никак не мешает, надеюсь, что вам тоже, так что поехали. Как быть, если думаешь, что Бога нет? На самом деле я долго думал, как назвать этот ролик в поисках Бога или разумный замысел Not Found. В конечном итоге решил остановиться на классике, происхождение жизни или по-другому абиогенез. Да, тема очень дискуссионная, порой сложная, хотя вообще раньше люди не задумывались и не видели в этом никакой проблемы. Считалось, что жизнь самозарождается из неживой материи. Ну, потом это предположение было уже опровергнуто опытами Пастера. Ну, а веру в то, что человек и прочую живность создал Бог по своему образу и подобию, разделяли большинство учёных до середины 19 века. Они думали, что жизнь на планете была создана творцом с намерением, со смыслом, ну вот это вот всё вы поняли. Несмотря на обилие и количество научной литературы, люди из 19 века находятся среди нас до сих пор. Антипрививочники, плоскоземельщики, креционисты, чего лучше. Ну, и в такие моменты я порой сам становлюсь верующим, так как я по-другому не могу объяснить остановку в развитии такого толка людей, кроме как какая-то неопознанная сила не позволяет им развиваться. Какая разница, что думает о происхождении там человека, какой-нибудь Вася Пупкин, если в целом он науке никак не мешает. Это будет справедливо не для всех, потому что если этот Вася, к примеру, является медийным лицом с аудиторией зрителей, не дай бог там блогер какой-нибудь, его речь может знатно так увеличить общий градус мракобесия. И иногда это приводит к серьезным последствиям, к таким как ВИЧ-диссидентство, когда люди начинают массово отрицать ВИЧ, или когда начинают массово отрицать пользу вакцинации, что приводит вот к недавней вспышке кори. А теперь некоторые люди за самоизоляцией начитали всякой херни, ничего в этом толком не поняв, и стали активно навязывать свои байки на широкую общественность. Давайте посмотрим короткий отрывок, который мне недавно прислали подписчики. Так сказать, с блатнем говна и приступим к разбору. С добрым утром, мой дорогой подписчик. Что же умного пришло в голову вчера мне. Ну, в общем-то, эта мысль посвящала меня очень давно. Сейчас я поясню, что я имею в виду. У нас был создатель, нас создали по образу и подобию. Об этом говорят практически все. Это был некий бог, но давайте разберемся. На 50% мы похожи на банан. Процентов на 80% мы похожи по ДНК на дождевого червя. И на 98% мы похожи на свиньё. По ДНК, вот. Даже пищеварительная система и все остальное у свиньё очень похожи на нас. Да, мы немножечко различаемся, но это всего лишь 2%. Тоже такой этот создатель, которого позже назвали богом. Это некая сущность, которая создала здесь очень крутой и интересный эксперимент. Ну что, кто-то верит, что появились какие-то белки. Не верит. Какие случайно поскрещивались, из них появились простейшие типа амёбы. Потом эти простейшие типа амёбы начали скрещиваться. Получатся более сложные клетки. Из них появились там первые водные рыбы. Потом из них появились земноводные. Потом первая рыба вышла. Нам такую хуйню пороли. Никто со стороны не смотрел? Нет, наверное. Так вот, потом первая рыба вышла из воды. Вот, кстати, рыба до сих пор есть, которая из воды выходит. Но, оказывается, они эволюционировали. А эта почему-то не эволюционировала. Тупая, что ли, оказалась рыба. Ну, короче, они вышли из воды. Дальше начали отходить от берега. И потихонечку, соответственно, они научились дышать обычным воздухом. То есть, что это? По мнению наших учёных, что если всех нас сейчас закинуть в воду, несколько человек из нас научатся дышать водой. Фиг его знают. По мне, так все утонут. Так, ну, не фанат шпака, но видно, что человек нахватался какой-то поверхностной информации. По верхам, что говорится. Очень умиляет, когда люди думают, что если они ничего не понимают, значит, никто ничего не понимает. Как вы уже догадались, если вы мой новый зритель, то я решил говорить о теме абиогенезов в этом контексте, потому что я занимаюсь биологией. Эта тема мне близка, и я могу об этом высказываться. Как бы отвечать со стороны науки. Я уверен, что если научить людей правильно гуглить, просвещать в вопросах биологии, проводить факт-чекинг, меньше бы народу было бы подвержено манипуляциям и избавилось от этого обременяющего разум кокона незакрытых вопросов, которые и ведут к религиозности мышления, ну и там, вере в паранормальное и когнитивные заблуждения. У нас не пропагандируется изучение теории вероятности или научного метода. И в той же системе образования все больше вводится предметов, не способствующих критическому мышлению. Вроде теории православной культуры в школе или теологии в вузах. Что вообще за дичь? И при этом по телевизору постоянно крутят всякие битвы экстрасенсов, РЕН-ТВ, что не передача таки инопланетяне и зомби под Москвой. Все это, мне кажется, способствует тому, что люди меньше задумываются, где им говорят правду, а где их обманывают. Я не уверен, что это конспирология, но так происходит. Это факт. Пока верующие там продолжают не понимать, отстаивая свою позицию с воскресающимися трупами, яблоками и глиной, угрожая при этом справкой УК РФ. Я попытаюсь объяснить научную версию, подстегивая это фактами из научной базы данных. Значит, то, что я приготовил, будет разделено на несколько видео. Я выставлю тайм-коды в описании. Там будут материалы, на которые я ссылаюсь. Мы начинаем. Кто мы? Как мы здесь появились? Кто нас создал? И создавал ли нас вообще кто-то? Почему природа устроена так и не иначе? И есть ли вообще в природе смысл? Подобные вопросы часто возникают не только у школьников и студентов, изучающих биологию, ну и у любителей, соответственно, ну и у далеких от науки людей. Да я более чем уверен, что у каждого из вас хотя бы раз в жизни возникал вопрос подобного толка. Поиск ответов, как правило, глубже школьных учебников не заходит, школьная программа с годами вовсе забывается, да, и спойлер, в учебниках биологии ответов на эти вопросы нет. Наш мозг устроен так, что ему страшно не нравится чего-то не знать. Пробелы в незнании, знаки вопроса, сразу восстанавливается какой-то альтернативщий. То есть если человек не понимает, как происходит эволюция, школьная биология для него была неубедительная, с чем я, кстати, согласен, человек не понимает, как возникала жизнь, то, о чем я сейчас буду рассказывать, его мозг додумывает какую-то альтернативную, удобную ему картину, и формируется так называемый маня-мирок. Это мое личное такое определение. У каждого этот маня-мирок свой, в зависимости от степени информированности человека. Я в каком-то смысле понимаю и верующих людей, и креационистов, и всяких суеверных кадров в том смысле, что это очень удобно верить в то, что вся история мироздания записана в какой-то книжечке. Но на практике это так не работает. Древность молчалива, И только путем собственных усилий мы можем отвечать на те или иные вопросы, а не брать на веру то, что кому-то пришло в голову, когда ему там в дурку в палату провели интернет. Научный метод вообще похож на работу хорошего детектива. То есть ты должен быть хладнокровным, ты должен принимать во внимание все имеющиеся факты и даже отрицательные результаты, то есть те, которые противоречат твоей сложившейся картине мира или конкретной ситуации. Иногда очень долго ждать, это очень отрезвляет, это очень помогает выйти из кока на суеверие и заблуждение и посмотреть на реальность без купюр, независимо от того, нравится тебе такая реальность или нет. Наука работает с событиями, которые происходили в прошлом, и пытается восстановить эту картину, и понятное дело, что для того, чтобы работать с прошлым, нужно в прошлое как-то попытаться вернуться. Миллиардов так на пять, и систематизированно начать вытаскивать оттуда какие-то данные. Разбирать вопрос подобного толка, а именно возникновения жизни, стоит с разных сторон, так как жизнь, как явление, это зависимый от иных явлений процесс. То есть обязательно нужно понимать, как возникала солнечная система, ну и солнце, разные планеты. Солнце, извините, на секундочку, это вообще главный источник энергии, благодаря которому мы тут сейчас сидим. И каждая ваша чашечка кофе с утра, это частичка солнца на вашем столе, в прямом смысле этого слова, так как сначала квант света захватывался хлоропластами растений, и дальше от звена к звену передавался по цепочке от продуцента к инсументам. Если пробежаться коротко по формированию солнечной системы и солнца, значит солнце появилось из солнечной туманности, которая представляет из себя межзвездную пыль и газы. В те времена оно состояло из водорода и гелия, ну и более тяжелых элементов, выброшенных сверхновыми звездами. Земля сформировалась, ну и остальные планеты с помощью аккреции, то есть вещество просто начало сжиматься под действием собственной гравитации из обломков. Протоземля тоже увеличивалась за счет этой аккреции, ее поверхность была очень горячей в то время, понятно, и тяжелые элементы, то есть, к примеру, металлы, обладая более высокой плотностью, чем силикаты, погружались внутрь Земли, что привело к разделению вот на мантию и металлическое ядро. Первая атмосфера Земли в те времена была частично предвнесена из солнечной туманности, то есть состояла из легких, так называемых, атмофильных элементов водорода и гелия. В то время была метеоритная бомбардировка планеты, и вполне вероятно, что период вот этих гигантских столкновений сыграл важнейшую роль в получении Земли и ее запасов воды. Дело в том, что вода это чересчур летучее вещество, чтобы возникнуть естественным образом во время формирования Земли. То есть, скорее всего, она была занесена на Землю из внешних, более холодных областей Солнечной системы. Ну, другими кандидатами на роль главных доставщиков воды являются также кометы главного пояса астероидов, обнаруженных в 2006 году. Есть еще кометы из так называемого пояса Койпера, из других отдаленных областей, которые якобы занесли более 6% воды. 4,5 миллиарда лет наша Земля была больше похожа на ад, чем на дом. Тем не менее, мы есть. Значит, во-первых, есть вероятность возникновения жизни, ее не нужно доказывать просто потому, что наше существование и есть доказательство вероятности возникновения жизни. Забегая наперед, это называется слабый антропный принцип. Так, ну и понятное дело, что жизнь каким-то образом здесь оказалась, а это значит, что чтобы понять, как она тут появилась, нам нужно представлять себе условия, которые существовали на нашей планете в древнейшие времена. То есть температура, состав и длень атмосферы, площадь материков и океанов, состав морской воды и минералов земной коры, которая тогда стала позже уже формироваться. Среди нас достаточно диванных теологов, которые сегодня в 2020 оценивают Землю всего лишь пару тысяч лет. Ну и вообще, если покопаться в истории, очень большой вклад в это слабоумие сделал Филан Александрийский с его охуительными рассуждениями над тем. Он считал, что нет смысла измерять время от сотворения мира такими единицами, которые появились после сотворения. То есть как бы не мир был создан в какое-то время, а время обязано миру своим существованием. Понятно вам, блядь. Не будем обижать последователей Силана. Вероятно, эти люди просто не знают, что существуют способы идентификации пород, такие как радиометрическая, ну или радиозатопная датировка. Изотопы присоединились к божественному замыслу. А если вы не помните, что такое изотопы из школьной физики, тогда я напомню. Это разновидности атомных ядер одного и того же элемента. У них разная атомная масса. Из-за различий в количестве нейтронов, но и химические свойства у этих ребят почти неразличимы. И что это нам дает? А вот что. Этим успешно пользуются ученые, так как некоторые изотопы подвержены радиоактивному распаду. И их число со временем убывает. Количество продуктов такого распада, соответственно, растет. По количеству распавшегося продукта мы можем понимать приблизительный возраст составных частей, как метеоритов, которые попали на Землю, так и пород самой Земли. Что касаемо метеоритов, в древней Солнечной системе было много радиоактивного изотопа алюминия. Превращается он в стабильный изотоп магния. Период полураспада магния составляет 730 тысяч лет. Когда из пыли протопланетного диска собирается планет Земля, они получают те соотношения изотопов алюминия и магния, которые есть вокруг на данный момент. Когда обломки планет Земля в виде метеоритов попадают в руки ученых, весь алюминий у них уже превращается в магний. Чем больше алюминия, тем больше избыток магния при равном возрасте. Второе легко узнать по количеству стабильного алюминия в том же метеорите и рассчитать его возраст. От первого полумиллиарда лет существования Земли остались очень скудные, прямые материальные следы. Наши знания могут быть несколько ограничены ввиду высокой геологической активности Земли. Многое просто могло не сохраниться. Древнейшие зерна циркона из Джек-Хилл, Австралия. Нет, это не пропаганда АУЕ, девочки. Это график, показывающий вероятность идентификации циркона. Вот смотрите, возраст 4,4 миллиарда лет. Так, древнейшие фрагменты континентальной коры из формации Акаста. Это возраст 4 миллиарда лет. Ну и дальше уже понятно, вот формация ИСУА 3,8 миллиарда лет. Там уже найдены следы жизни. Я сейчас буду объяснять, как мы это понимаем, что там следы жизни, что это такое жизнь. Нам нужно будет объясниться и поставить эти рамки. Там был обнаружен графитизированный углерод со смещенным изотопным составом. То есть следы фиксации СО через цикл Кельвина. Значит, я сейчас объясню, что это. Ну и полощатые отложения железа. Это следы железного либо кислородного фотосинтеза. Более того, микровключения графита со смещенным изотопным составом были обнаружены даже в цирконах из Джек-Хилл возраст 4,25 миллиардов лет. То есть на самом деле, тоже опять же забегая наперед, жизнь на планете обнаружена 4,4-4,5 миллиарда лет назад. То есть, грубо говоря, как только появилась планета, там уже и как спичка вспыхнула жизнь. Также я хочу отметить, что в метеоритах найдена органика. И образование органических молекул в космосе – это обычное дело. Я думаю, понятно, что такое органика. Это вот эти кирпички жизни, с которых состоим мы, то есть живые клетки и так далее. Другой важный случай, когда небольшое различие в массах изотопов приводит к важным эффектам – это биохимия. Это то, с чего я тогда начинал. Многие биохимические пути организованы как последовательность таких химических превращений, которые ускоряются ферментами. Ферменты – это белки, такие, которые являются сантехниками, которые постоянно пытаются что-то прикрутить, что-то соединить, где-то что-то разобрать или наоборот, внутри клетки. И эти белки, они должны как можно быстрее перемещаться, как можно легче. Поэтому живое вещество, как правило, обеднено тяжелым изотопом углерода по сравнению с атмосферным карбоном. Это важнейший признак, который выдает биологическое происхождение углерода в отложениях ИСУА. Опять же, несмотря на все то, что эти осадки потерпели за миллиарды лет. В 19 веке количество находок и наблюдений, экспериментов было уже вполне себе достаточным, чтобы начать замечать очевидное. И так и да, нашелся такой человек – Чарльз Дарвин. Дарвин был первым, кто смог объяснить механизм эволюции и привести доказательства. Этот человек прославился на весь мир, и до сих пор его теория стоит комом в горле для церкви по понятным причинам. В то время, когда он выпустил свой научный труд, вышедший 24 ноября 1859 года, происхождение видов путем естественного отбора, это сделало фактически такой религиозный переворот. Началась война между наукой и церковью, наукой и верой. Можете посмотреть хорошо отснятый фильм 2009 года «Происхождение». Это такой биографический отчерк. Ну и стоит отметить, что единственные, кто смогли увернуться от натиска научных открытий – это католики. Они буквально через 10 лет приняли теорию эволюции, заявив, что она как бы никак не мешает церкви. Ну, понятно, что РПЦ, мусульмане и прочие по сей день отрицают объективные научные факты, но у этих людей есть справка, у КРФ, так что все в порядке. Пускай веселятся. В истории Дарвина он потратил более 20 лет на развитие своих идей, проделал там сотни различных экспериментов. Почему-то многие считают, что идея Дарвина гласит, что, мол, человек произошел от обезьяны. Хотя это неправда. Он говорил о другом. Он говорил, что, ну, в своих заключениях он говорил, что человек и обезьяна могут иметь общего предка, что вообще все имеют какого-то общего предка, и это верно. Дарвин доказал такую теорию. Выживает не сильнейший, а выживает более адаптивный. Со сменой поколений живые организмы порождают следующее поколение. Следующие организмы отличаются от своих предшественников. Это факт. Каждый следующий потомок – это комбинация генов мамы и папы. Если у организма есть черта, которая позволяет ему выжить, оно будет успешнее размножаться. Что здесь может быть сложного, я не понимаю. Это научный факт, и это сегодня является основой современной эволюционной биологии. Чарльз Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора. 24 ноября 1859 год. В то время, кстати, еще ничего не было известно о ДНК, нуклеотидах. Но Дарвин тогда был в морских путешествиях, и он делал очень много разных экспериментов, как я уже сказал. И он замечал очень много морфологических и анатомических нюансов по отношению к разным животным. К примеру, черепахи, которые обитали в изобилии растительных продуктов, имели короткие шеи и куполообразный панцирь. А на островах с более сухой растительностью – плоский панцирь и длинная шея. И интерпретировал это как адаптивность вида к факторам среды. Наблюдений таких очень много. Всех их перечислять можно очень долго. И этим всем, конечно, занимаются уже ученые 21 века на молекулярном уровне. Привет, молекулярная биология. Привет, генетика. И привет, сравнительная геномика. Ну и мы уже подошли к более современной теме. Это молекула, в которой закодирован наш генетический код, которая и отвечает за нашу наследственность, изменчивость, в которой написано, что я – это я. Известно теперь как ДНК. Была выделена впервые в 860-х годах швейцарским химиком Лиоганом Мишером. Он не придал этой находке никакого обозначения. Его там интересовало строение белых кровяных телерс. В 881-м ДНК уже получила свое корректное название нуклеиновой кислоты. А также были выделены 5 нуклеотидов, то есть основания, из которых строится сама молекула ДНК и РНК. Аденин, гуанин, цитозин, тимин. У РНК вместо тимина – урацил. И в начале 1900-х уже заинтересовались работами Грегора Менделя. Их заново подняли. Всех заинтересовала его идея о наследовании. Ну и в результате начался поток исследований, направленных на попытки доказать или опровергнуть его теории о том, как физические характеристики передают от одного поколения к другому. В середине 19-го века был еще такой Вальтер Флеминг. Он обнаружил волокниструю структуру внутри ядроклетки. Он назвал эту структуру хроматином. Но на самом деле он открыл то, что мы сегодня называем хромосомами. Нет, шутки про хромосом не будет. Наблюдая за этим хроматином, он правильно выяснил, что они как бы разделяются во время деления клеток, ну так же известного как метод. Уже в середине прошлого века структура двойной спирали ДНК была обнаружена Фрэннисом Криком и Джеймсом Уоттоном на основании рентгеноструктурных данных. Тем не менее, в биологии с начала именно 21-го века происходит, что говорится, настоящая научная революция. Уже было ясно, что все живое содержит ДНК, которая кодирует информацию с помощью букв внуклеотидов. Ну и есть наследование изменчивости. То есть та самая, скажем так, дровянистская идея как бы подтверждается на молекулярном уровне. Развитие биотехнологии, определение последовательности ДНК, то есть секвенирование, привело к тому, что базы данных прочитанных последовательностей просто распнут как снежный ком. Для анализа этого огромного массива данных биологи стали привлекать в биологию уже на помощь других специалистов. То есть специалистов из других наук, там математики, компьютерщиков. Ну и так уже рождается такое отдельное направление, то есть такой прием в биологии как биоинформатика. Все эти специалисты, чтобы представлять, с чем они работают, естественно, стали изучать основы биологии. И, естественно, из них посыпались те самые вопросы, почему, почему это так. Ну и как мы уже выяснили, у нас есть огромная база данных последовательности ДНК. А также миллионы различных научных работ, палеонтологическая летопись с породами, следами, там всякими скелетами, окаменелостями. Нет, я понимаю, что среднестатистический человек никогда не прочитает одного образца этих трудов. Но все-таки есть такие люди, как научные какие-то журналисты, которые суммируют научный массив и все-таки пытаются вытянуть оттуда какие-нибудь ответы. Значит, общие понятия, думаю, ясны, что мы можем извлечь из базы данных последовательности ДНК, допустим. Каждая молекула ДНК это целый текст, который состоит из трех миллиардов букв, даже не думайте сколько это, это очень много, это библиотека, которая находится в каждой вашей клетке. Состоит она из алфавита, который содержит всего четыре буквы. В словаре ДНК 64 трехбуквенных слова, они определяют 20 аминокисл. И один из знаков крепинания вот такой вот кадон. Кадон это три нуклеотида подряд, которые являются словом. В данном случае это слово означает стоп. Из аминокислот строятся белки через молекулярную машину-рибосому, которая состоит из огромного количества РНКовых молекул. Это очень древняя структура. Участок ДНК, который определяет первичную структуру белка, это ген. Значит, тексты всех живых существ написаны на одном языке. Молекулярная генетика изучает тайны этого кода, а ее раздел сравнительная геномика сравнивает между собой геномы различных организмов. Получение полных последовательностей геномов фактически позволило пролить свет на степень различия между геномами разных животных. То, о чем говорил Дарвин, подтвердилось на молекулярном уровне, и эволюцию можно наблюдать на уровне генома. И генетика порою говорит куда больше и яснее, чем найденные окаменелости, хотя и без них было бы худо полага. Ну и сравнивая геномы живых существ, у нас получаются вот такие вот красивые филогенетические деревья, где можно устанавливать родство, там и извлекать много другой полезной информации. Как заметил Александр Шпак в начале видео, животные между собой очень похожи. Неудивительно. Спасибо, Кэп. Теперь понятно, почему. У нас у всех огромное количество общих генов, значит, вероятно, должен быть какой-то общий предок. И об этом общем предке мы сейчас подробнее поговорим. В 1990 году американский микробиолог Карл Вёзе сравнивал рибосомальную РНК основных групп ныне живущих организмов. Ну, про рибосомы вы уже знаете, это очень древние структуры, молекулярные машины по сборке белковых молекул. Вёзе смог выделить три основные группы на общем древе жизни. Эту картинку вы, вероятно, уже видели в ваших школьных учебниках. В первую группу попали все животные, растения и грибы, во вторую бактерии, ну и в третьей оказались археи. Археи это вообще-таки отдельные организмы, что там в стиле «Моя хата-шка, я ничего не знаю, мама, я не знаю, мама, у меня своя биохимия, так что не трошки». Все три ветви выходят из одного корня. Его назвали Лука, что в переводе с английского «последний общий предок». Ну, если вы не любите варваризмы, можете использовать русский вариант «поп». Значит, когда жил Лука? Что мы о нём знаем? И какую информацию мы можем вытянуть из молекулярной биологии? Мутации в генах происходят постоянно. Этот процесс называется мутогенезом, скорость которого нам, в принципе, известна. То есть, можно посчитать, сколько мутации отделяет нас от последнего общего предка, и по таким молекулярным часам получается, что Лука жил 4 миллиарда лет назад. Понимаете, на что я намекаю? Да, это то, с чего я начал. Полмиллиарда лет хватило, чтобы получилась жизнь на уровне клетки. Температура воды тогда достигала 70-80 градусов, никакого кислорода в атмосфере не было соответственно, и Земля переживала метеоритную бомбардировку. Тем не менее, в 2016 году учёным удалось выявить 355 генов, участков ДНК, которые могли быть у нашего общего предка. И исследователи выяснили, какой образ жизни вёл этот товарищ. Значит, ему, вероятно, нравилась богатая железом среда, он выделял метан, романтика, умел питаться водородом, ну и строить органику из углекислого газа, ну и, по всей видимости, фиксировать атмосферный азот для включения его в свои белки. Его белки, кстати, судя по их конформации, могли оптимально работать в условиях высоких температур. Несмотря на условия, Лука, естественно, не был первой жизнью и не мог обитать в полном одиночестве. До него должны быть предшествующие ему предпосылки другой, менее сложной жизни. Ну и сразу назревающие вопросы, что же было до Лука и как появился вообще наш общий предок? Какие условия пособствовали его образованию и может ли из неживого возникнуть жизнь? Ну и тогда следующий вопрос, что такое жизнь и как определить рамки живого? В следующем ролике я буду разбирать и анаэробную биохимию Лука, и отвечать на эти вопросы. Так что, ребят, до скорых встреч, и да, обязательно напишите свой комментарий, это тут все, когда ваше мнение кому-то реально интересно, и это без сарказма. Хотя ладно, прозвучало немножко сарказмом, но ничего, бывает.